Давайте мне миллион буду рекламировать. Даже не миллион, денег больше. Привет, меня зовут Роман Кирилович, это Франч Ти Ви, наша новая программа, у которой пока нет названия. Но сегодня вы узнаете, что вот эта троица думает о кремниевой долине и Фейсбуке, за сколько вот этот блогер порекламирует Пепси и почему футболисты спиваются после окончания своей карьеры. А еще я вам покажу не вошедшие моменты из интервью с Олегом Торбасом, расскажу о грядущем квартирнике Франч Ти Ви и отвечу на самые распространенные вопросы нашей дорогой редакции. А да, еще кому-то из вас подарю вот этот мяч с автографом Анатолия Демьяненко. Для чего мы вообще решили делать этот цикл программ, у которых пока нет названия? Дело в том, что я встречаюсь с огромным количеством интересных людей, но записать с ними полноценное интервью по разным причинам не получается. Однако у меня есть с ними 5-10 минут, и именно из таких мини-интервью и будет состоять вот этот цикл программ, у которого до сих пор нет названия все еще. Сяду, наверное, в более удобную позу. Потому что у нас все-таки неформальное общение с вами, как мне кажется, планируется. Итак, что у нас было в июне? В начале июня мы были на видеожаре. Это такой большой фестиваль для ютюберов и для их поклонников. Там собрали просто тысячи-тысячи людей, в основном детей. Конечно, для нас это было немножко необычно, но мы там в основном работали на так называемой видеожаре для брендов. Выступали на панели вместе с Андреем Анистратом, бегущим банкиром, и Андреем Федриом. И вот небольшая зарисовка, когда мы обсуждали момент, за сколько каждый из нас готов проекламировать тот или иной бренд. Наш канал мы делали тоже ради самореализации, наверное. Сейчас его цель основная – это делать интересные бизнес-направленные сюжеты, интервью с топовыми предпринимателями и не только. Что происходит вообще на этой панели? Канал снимает. Канал снимается. Мы не мешаем, ребят. Ребят, давайте так. Раз у нас большинство в зале есть представители брендов, давайте похлопаем, чтобы я понимал, ну или руки под ними. Ну, короче, есть какие-то ребята, у которых есть задачи, надо продвигать свои бренды. Давайте за сколько вы в кадре готовы сказать, что вы пьете Pepsi? Если готовы, конечно. Я возьму 700 долларов. Обращайтесь. Я безвладно делаю. Обломаем рынок. Доплачивать не буду. Но дело в том, что я редко пью вот такие напитки черные с пузырьками, поэтому... Я всегда пью во время марафона или Iron Man Pepsi или Colou, если это есть в ту зону питания. Возьмем более-менее нейтральный... Не надо сандона. Более-менее нейтральный продукт – это мастер-карт. Ну, у меня ценник такой же будет, 700. О, ребят, назовите какую-то цифру. 3000 долларов. Мы известные на рынке как дешевое агентство. Поэтому меньше пяти. Про что-то мы вообще разговаривать не будем. Ну, то есть вообще, да? То есть там лучше ничего, чем дешево. В июне я также был на вечеринке Юнит-Сити. Это такой инновационный городок в Киеве по типу Кремниевой долины. Познакомился там, собственно, с создателем Юнит-Сити, предпринимателем, миллионером Василием Хмельницким. И он, кстати, незадолго до этого вернулся из Кремниевой долины, из той настоящей, американской. И, собственно, этому и был посвящен мой первый вопрос. С Кремниевой долины вернулись. Вот можете сказать, как скопипастить Кремниевую долину у нас здесь? Мое мнение, что Кремниевая долина один к одному не получится никогда никому. Это такой очень сложный, построена среда там очень сложная. Это связано с Стэнфордом. Это связано с образованием, с подходом, с инвестицией. Но мы можем сделать что-то оригинальное, которое будет не хуже. Потому что мы чуть беднее страна. Но у нас очень много талантов. И это у нас большая ценность. Вот вы там были? Сколько вы там времени были? Мы были неделю, но мы каждый год едем по неделю. Весной мы едем туда, а осенью мы едем в Израиль. Потому что Израиль очень мощная инновационная страна. И на душу населения в Израиле больше, кстати, стартапов, новаций, чем в Америке. Просто Америка больше, поэтому были. То есть просто у Кремниевой долины лучше пиар? Ну и пиар выше, и как бы денег больше. Бесспорно. Есть новация, как они делают из травы, делают продукты, в том числе мясо. Это интересно, да. И я считаю, что как только они это доведут до хорошего продукта, это можно прямо взять и здесь внедрять. Потому что это полезно для здоровья. Оно такой же имеет запах, такой же вкус. Это суперновация. Это дешевле. Почему нет? Мы же страна, которая может быстро это применять и этим пользоваться. Кстати, к мясу из травы мы еще вернемся. Недавно я записал интервью с ресторатором Димой Борисовым. И мы с ним, в частности, говорили о синтетической еде, о будущем ресторанов. Такой, знаете, ресторанной футурологии. Но и не только. У нас получилось огромнейшее трехчасовое интервью. Ну, точнее, интервью, я думаю, что все-таки и будет меньше. А вот насколько меньше, чем исходный материал, я еще не знаю. Если честно, я в растерянности. Потому что мы изначально поддерживали наш формат 30-40 минут. Нам казалось, что это круто. У большинства людей есть только времени для того, чтобы посмотреть. Потом мы выпустили интервью с Андреем Федери. Он на час небольшим. И вам он тоже понравился. И Андрей, и само интервью. И вы сказали, что готовы смотреть еще больше. Когда я написал, что мы с Димой записали 3 часа, то вы сказали, выкладывай все. Мне интересно будет узнать, что вы думаете обо всем этом. Напишите в комментариях. Потому что, ну, если большинству будет нормально смотреть часовое интервью, ну, может, и будем делать. В конце концов, уже на паузу можно поставить, если хочешь досмотреть потом. Да, кстати, интервью с Димой Борисовым выйдет вот в ближайший вторник или среду, если мы успеем. Потому что действительно огромное. Ну, а пока вы ждете интервью с Димой Борисовым или других выпусков French TV, я предлагаю вернуться в Кремниевую долину, поговорить об инновациях. Василий Хмельницкий отправился в Кремниевую долину. Не один, он прихватил с собой двух Максимов. Причем одного из них вы хорошо знаете. Мы делали с ним интервью в марте. Это Максим Бахматов. Прекрасное получилось интервью. На самом деле, если вы вдруг его пропустили, я крайне не рекомендую вам жить дальше вот так. Поэтому переходите по ссылочке. Вот здесь будет подсказочка. Плюс в описании оставим. Потому что интервью получилось действительно классное. Ну, а сейчас Максим расскажет нам о загнивающем в Фейсбуке, в офисе которого он побывал. Я недавно прочел очень смешную фразу. Она звучит таким образом. Не могу, живет на улице, не хочу. Следующий экономический тигр это Африка. Чтобы ты понимал. Африка будет экономический тигр. Я помню, я смотрел наше интервью. Почему? Ты хочешь сказать, что у них лучше образование, что у них лучше экономическая ситуация, у них нет войны, у них нет... Экология идеальная. Да, ну ты понимаешь, чем речь? Что-то ровно связано с желанием. Давай про Фейсбук. Давай. Что там тебя впечатлило больше всего? Вот мы в прошлый раз обсуждали половую тряпку при входе в Юнит-кафе. Есть у них половая тряпка в Фейсбуке? Слушай, у них много смешных разных историй. У них не идеальный офис вообще. Например? У них очень шумно. Они жалуются на то, что шумно. Ну, здесь тоже так немножко не тихо. Тут мы же мы строим, да, поэтому тут нормально. У них очень шумно. У них смешная история о том, что команда WhatsApp, когда переехала, 200 человек, я постил об этом тоже, у них был основной конфликт, размер столов у них больше был, и комфортность кресел у них был лучше, чем у всего Фейсбука. И сотрудники Фейсбука местные ненавидели ватсаповцев, потому что у них было все круче. Плюс те ограничили доступ, типа, ноу, Фейсбук, что-то там и так далее, только для ватсапа. Потому что вы, типа, тупые, а у нас, типа, все круче, лучше, интереснее. У них была такая история. И не шумный офис, что важно. Но и тем не менее, если ты смотрел, чувак работает, аналитик, Фейсбук, нормальная зарплата, Калифорния, то-се, но ему не интересно, потому что он винтик, он не понимает, зачем он это делает, нафига этот весь цирк. И несмотря на то, что Фейсбук крут, как бы самому человеку некомфортно. Идея же не нова. MSN же был до этого. В MSN было 700 миллионов пользователей, когда стартовал Фейсбук. 700 миллионов. Сейчас. Кстати, Максим Бахматов недавно запустил свой влог на Ютюбе, что делают сейчас, мне кажется, все успешные предприниматели. Я сам его смотрю. Максим, к сожалению, не заплатил мне денег за рекламу его канала, но я все равно, Максим, оставлю ссылку на твой влог вот здесь в подсказке и в описании, потому что сам тебя смотрю. Мне очень нравится. Максим действительно много путешествует, встречается с интересными, редкими людьми, записывает с ними небольшие интервью в формате такого влога именно. Поэтому рекомендую обратить внимание, я уверен, что вам понравится. Помните, я говорю, что Максимов было двое в Кремниевой долине, и вот, собственно, второй, Макс Яковер. Вторую долину построить невозможно. То есть Израиль не есть вторая долина, Франция не есть там вторая долина, и Китай точно не долина, хотя там разница уже на самом деле в 5% приблизительно по оценкам экспертов. Самое важное, почему там оно работает, потому что там есть экосистема. Что такое экосистема? Это когда у тебя есть очень много, но очень понятных элементов. У тебя есть правильные университеты, у тебя есть культура предпринимательства, у тебя есть фонды, у тебя есть в центре всего этого дела стартапы, у тебя есть поддерживающие функции типа акселераторов, инкубаторов и так далее. У тебя государство генерирует правильные полисы. И вот когда все это вместе, оно работает, на выходе получается огромная воронка, в которой есть много успешных проектов. У нас нет управленческого таланта, у нас отличный инженерный талант, у нас культура предпринимательства только в начале пути. Ролевая модель основная для многих мам, это чтобы сын пошел на какую-то стабильную работу, толерантность к риску, толерантность к ошибкам. Это все составляет культуру предпринимательства, один из ключевых моментов. То есть то, что у нас экосистема в начале пути, это там медицинский факт, но это нормальное состояние, в котором была там Польша, Эстония и куча других стран. Тот же Израиль 30 лет назад. У них тоже не было экосистемы. Это все рукотворная штука. Ну а теперь рубрика «Вы нам писали» или как там в советских газетах она называлась. Действительно, есть вопросы, которые нам чаще всего задают. Один из самых, наверное, самый распространенный, это почему с таким крутым контентом у вас так мало подписчиков. С первым я согласен, со вторым, если честно, не очень. Дело в том, что вас, дорогие зрители, уже разбаловали цифрами. Сейчас все бизнес-каналы и не только хвастаются сотнями, даже миллионами подписчиков, потому что сейчас нет никаких проблем раздуть канал до больших размеров, рекламируясь, не знаю, там на детских каналах, нагоняя детскую аудиторию на призы, на розыгрыше и так далее. Вы видите, мы тоже делаем розыгрыше, но все они максимально, все наши призы максимально скромные, но зато трушные, живые, вот с автографами этих замечательных людей. Поэтому мы не делаем на эту ставку, и, если честно, там слишком много подписчиков у нас с этого не приходит. У нас подписчики все приходят с контента. Я за каждого из наших подписчиков готов ответить, что это человек, который подписался сам, не под пистолетом, не под принуждением, потому что ему понравился контент. На самом деле, какая разница, сколько у нас подписчиков для вас? Ну, я обращаюсь к тем, кто задает такие вопросы. Если вам нравится контент, подписывайтесь, обязательно нажимайте на колокольчик, кстати, проверьте, у вас он включен или нет, потому что будете пропускать наши выпуски. И все, и наслаждайтесь. Мы, поверьте, у нас все хорошо. Мы даже с таким небольшим по меркам YouTube количеством подписчиков, хотя, ну, 50 уже, сколько у нас там, 3 на текущий момент, тысячи, это не так мало на самом деле уже. Но все они сработаны потом и кровью. И это вот то, что меня на самом деле радует больше всего. Ни один не куплен, никого не накрутили. Это, за это точно могу поклясться, я не знаю, там, на Библию YouTube, если такая существует. Не многие знают, но когда мы записываем интервью с каким-то спикером, то мы записываем обычно в 2, а то и в 3 раза больше контента, выкладываем потом 30-40 минут, хотя записываем часа 2, вот с Димой было 3, я уже говорил об этом. Но вот в рамках этой программы, у которой пока нет названия, мы будем выкладывать не вошедшие моменты. И сегодня мы посмотрим дополнительные 4 минуты из интервью с Олегом Торбасовым, которое вот буквально на прошлой неделе мы выложили, и которое очень сильно вам понравилось. Изучая разные техники выступлений, обучаясь в спикер-клубе, я учился у Александра Герасименко, что если ты пишешь текст, то люди читают текст, а они слушают твое выступление. Самые глупые спикеры, которые вывешивают текст своего выступления на слайде и читают его, это просто самый абсурд, который можно только представить. Я был на Synergy Digital Forum, и туда привозили спикеров, которые выходили с листами бумаги, и читали свое выступление по листам бумаги. Это отстой. Хотя раньше мне казалось, как можно 8 часов говорить без бумажки. Да, у тебя всегда там презентации по 150 слайдов. Но зато они все состоят из одного слова. У меня никогда нету текстов. У меня одно слово, и это делает презентацию резиновой. То есть ее можно пролистать за 30 минут, а можно 8 часов о ней разговаривать. Это очень удобно. Вот это все. Whiteville, квартира в Таиланде, апартаменты в IQ-квартале. Было бы возможным, если бы тебя не было в бизнес-молдере, Я считаю такие вопросы проективные, когда, а что было бы, если они вообще ни к чему не приводят? То есть они никак нас не продвигают. Был бы Whiteville без БМа. Может быть, я вообще олигархом был без БМа. Может быть, это является основным действующим фактором, почему я еще не выступаю в правительстве Москвы, например. Вернее, я выступаю на их мероприятиях, но почему я еще не там? Может, я вообще чиновником бы был и отвечал бы за все предпринимательство в Москве. Например. Потому что у меня бы не было какого-то вот этого графика выступлений, благодаря которому я там не занялся этим. Что было бы, если бы мы пошли по другой дороге? Вообще невозможно предсказать. Может, я бы вообще, знаешь, поехал отдыхать в какой-нибудь Таиланд и разбился бы на скутере, там, ездя по горной дороге, если бы у меня в этот день не стояло выступление в бизнес-молодости. Мало ли, да, то есть меня могло вообще не существовать. А может быть, я кого-то бы встретил, кто меня просто бы на вершину, да, там, Олимпа зафигачил. Я бы сейчас не продавал недвижимость чужую, а строил бы свою, например, уже, да, по всему миру. У нас в Сити тоже своя тусовка есть. У меня есть чатик, когда я переехал сюда жить, мне тут же написали, Олег, я живу там в городе столице, я живу в федерации, мы ходим сюда, мы здесь встречаемся, здесь едим, у нас есть своя тусовка. По сути, это тоже бизнес-клуб? Конечно, конечно. Я захотел вечером пойти в кино, я пишу ребятам, кто в кино, через 10 минут у нас компания, не надо ехать никому через полгорода, они вышли в шортах, в апартаментах, там, кто-то в халате у нас выходит, там, знаешь, в ресторан поднимается, там, в пижаме, например. Ну, или там, мы занимаемся в анкоре, и я говорю, просто пишу, ребят, я в анкоре, тут же у нас там в сауне сидит 10 человек. Ну, это очень прикольно. Это тоже свой бизнес-клуб. Конечно, круто, когда есть возможность не... Фильтровать окружение. Это очень важно, я считаю. В стае орлов ты не увидишь воробья, а в стае воробьев почему-то не тусят цапли. Ну, почему-то им неинтересно, там есть бесплатный бизнес-клуб, есть бестолковые собрания, а есть люди, которые собираются, и есть некие барьеры для входа, и это же игра. Это и создает игру. Да, то есть ты попадаешь куда-то, куда нужно заплатить, у тебя ценность появляется. Вот, посмотри, есть бесплатные, муниципальные вот эти программы. Ты предприниматель, куда ты можешь пойти учиться. Я не обесцениваю их. Но часто, я, кстати, там тоже преподавал несколько раз, меня звали выступать. Но часто там люди бесплатно не ценят, в общем, люди какой-то контент, они сидят там, типа в телефонах залипают, или ничего не делают, потому что они ничего не заплатили, чтобы там учиться. Им государство что-то бесплатно с ложечки дает. А когда ты платишь деньги, когда я за обучение заплатил за прошлый год 2 миллиона 300, насколько оно сладкое, насколько ты его съедаешь, прочувствуешь и не халтуришь. А когда мы в школе учились, бесплатное образование, ты думаешь, как бы не пойти на какие уроки. Второй распространенный вопрос, который нам задают, это как мы договариваемся со спикерами. Может вы им платите, спрашивают у нас. Может они вам платят? Ну, на самом деле, у нас, когда мы сделали рестарт канала в октябре 17-го и потом быстро очень начали расти, по сравнению с тем, что было до этого, мы для себя подумали, ну, наверное, у нас возможен такой формат, когда нам платят и становятся героями сюжетов. У нас даже вышел один такой сюжет про секс-шопы, но там была немножко другая история, это клиент наш, которому мы создавали франшизу и продавали ее, и продаем, и продвигаем. Ну, вот это единственный был у нас спикер, который нам прям денег занес. Все остальные были бесплатны. И известные личности, тем более бесплатно, не мы им не платили, не они нам, потому что такие люди там по большей части не про деньги речь. Вот, к примеру, Максим Батарев, с которым мы записывали интервью, я ему написал, вот вы приезжаете в Киев, давайте запишем. Он посмотрел наш канал, ему понравилось, он сказал, несмотря на то, что действительно очень мало времени, я об этом рассказывал в самом интервью, он говорит, окей, давайте запишем. Ему понравилось, всем понравилось, вообще одно из самых клевых интервью у нас на канале получилось. Воене нам выпала возможность пообщаться и познакомиться с легендой советского и украинского футбола Анатолием Демьяненко. Он был признан в 85-м году лучшим футболистом СССР. И, конечно, это не наш форматный спикер, но мы не могли не воспользоваться этой возможностью, тем более, что среди членов нашей команды есть большие поклонники Анатолия. И мы записали с ним интервью, он подписал для нас вот этот замечательный мяч, который мы разыграем, как я уже говорил. А как вообще правильно смотреть футбол? На стадионе или там в пивбаре с друзьями или, может, дома на диванчике? По-разному. Ну, а чего зависит? Не, ну, все-таки вживую лучше смотреть, это понятно, все-таки такая атмосфера, ты находишься, в принципе, прямо на поле, поэтому вживую, конечно, лучше, но опять, смотря какой матч, какие игры, какая компания. Как вы относитесь к тому, когда, скажем так, бренды не связанные с ЗОЖем, да, с спортом, например, алкогольные, например, чипсы или еще кто-то является спонсорами команд? Это вообще корректно по отношению к футболу и к игрокам? Ведь не они принимают решения. Вот это бизнес, видите? Они на этом деньги зарабатывают, свое имя. На чем бы не заработать? Вы бы рекламировали чипсы? Давайте миллион буду рекламировать. Даже не миллион, давайте меньше. Сколько? Да нет, это... Это же не спортивно. Почему не спортивно? А чипсы все равно, что не рекламировали, дети бы не кушали, все равно кушают. Кушают? Конечно. И пьют? И пьют пепси, да. А не пепси? А не пепси, но к алкоголю здесь уже другая вещь, конечно. Здесь надо это избегать, конечно, я считаю. Будет мнение, что футболисты, которые уходят из спорта, которые были на строгом режиме, они потом начинают становиться алкоголиками, крепкими. Ну, есть, да, есть такое, потому что они, понимаете, это очень такой переход, когда человек заканчивает с футболом, и потом не каждый устроится куда-нибудь. И он заканчивает, и получается выбор, что он никому не нужен, понимаете, просто здесь такое тяжело, повыкли к таким деньгам, когда он заканчивает, нет, а день это заканчивается, имеет свойство заканчиваться, день это. К сожалению. Будете следить за чемпионатом? Ну, конечно. А на финал поете лужники? Нет. Почему? Не хочу. Тогда на диванчике будете, да, уже? В первом ряду. В первом ряду, да. Ну и третий, наверное, распространенный вопрос. Действительно, часто задают, чем вообще занимаетесь? Вот у вас канал, а у вас еще какой-то бизнес еще есть? Ну, я понимаю, большинство людей присоединились к нам, не зная, чем мы занимаемся. Мы больше 16 лет занимаемся упаковкой франшиз. Мы одни из там первых компаний на рынке СНГ, в России, в Украине, в Казахстане, в Беларуси, которые упаковывали франшизу. Сейчас у нас большая команда, много клиентов, более 400 франшиз упаковали. Ну, вот просто я в какой-то момент, я журналист по профессии, по призванию, поэтому меня тянуло больше сюда. Но сейчас я занимаюсь, лично я занимаюсь каналом на 100%, но вот там за этой дверью, которую вы не видите, там сидят люди, которые общаются с клиентами, упаковывают франшизы, продают франшизы, продвигают франшизы. Поэтому вот это наш бизнес, основной канал, не является сейчас для нас бизнесом. Кстати, вот сейчас буквально хочу отправиться к одному из наших клиентов, Максима из Robot School, для которого мы упаковывали и продвигали франшизу. Хочу узнать, как у него дела, потому что, если честно, я вот после того, как переключился на канал, я не о всех даже проектах наших знаю, не во все проекты погружаясь, а это очень для меня обидно, потому что я хочу знать, что мы делаем, какие проекты, потому что это ведь потенциальные могут быть действительно герои для интервью. И вот мы, мне кажется, сегодня должны с ним записать какое-то мини-интервью, узнать, что у него за бизнес, что за франшиза, как у него самые главные дела. Мы добрались, наконец-то, до Robot School. Это Максим, он, я так понимаю, сооснователь, да, этой школы. Все верно. Школа робототехники, одна из самых, кстати, сейчас популярных сфер по франчайзингу, друзья. Мы действительно отмечаем последние два года, это бум детских, образовательных, а робототехнических, так вообще франшиз. Здесь у нас есть 3D-принтер, что он делает? Он может печатать из пластика фигуры всевозможные. Ну вот здесь стоят фигуры, которые дети самостоятельно делают за один урок. Моделируют, да? Да, они моделируют это на компьютере в простых бесплатных программах в 3D. Круто. И дальше они смотрят и видят, как... Это тоже дети напечатали? Принтером. Это такая ковырялочка. Это сын строителя напечатал, наверное. Для папы, несомненно. Ну, как, чему вы учите? Что это такое? Это стакан для сок. Ну, для сока, конечно. Продажи франшиз уже были? Вот реально открылся центр по франчайзингу? Сейчас вот готовятся документы, и мы открываем. Открывается уже? Где? В Киеве будет, да. А сколько денег можно заработать на этой франшизе? Есть разные форматы. Допустим, возьмем средний формат. Со средним форматом можно зарабатывать там от полторы тысячи долларов в месяц. Так, это что? Это дети сначала напечатали на 3D-принтере, потом вставили в него платы, и он зажил? Можно сказать, что дети, потому что мы тоже дети. Мы взяли его, создали, напечатали его. У него здесь... Вы получили удовольствие, а ребенку что? А что ребенку? Ребенок имеет возможность иметь такого робота в курсе, где он может подключать его к плате, плату подключать к компьютеру. Дальше через программу на компьютере есть такие программы типа Scratch, которые позволяют блоками перетащить и запрограммировать, и дальше мы программируем его на что? Это может быть движение руками, он может двигаться, причем на определенные градусы, движение головой. У него есть также здесь диоды, это лампочки такие разные. Он может мигать. Да, он может издавать звуки. Я вам что порекомендую, я просто футураму смотрел, Бендер любит материться, вот главное не программировать его, нецензурно выражаться. Какие сложности были после запуска франшизы? С какими сложностями столкнулись? Какие проблемы были? То есть это добавляет головника же? Ну конечно, но это же еще одна точка, как твоя. Причем не твоя, твоя, но не твоя. Во-первых, это добавляет сосредоточенности того, что ты делаешь. То есть ты не можешь расслабиться в этом моменте и делаешь это еще лучше. То есть это как драйвер такой, да? Это несомненно большой драйвер, потому что при расширении тебе нужно находить варианты, где ты сможешь это все удерживать. Фу, вернулся от Максима. Да нет, на самом деле, конечно же, я еще не уезжал, записываю все одним блоком, потом мы нарежем. О чем сейчас хочу рассказать? У меня на самом деле анонс, но действовать вы должны очень быстро. Друзья, мы 13 июля в Киеве делаем квартирник French TV. Это такая комбинация тусовки, выступлений спикеров, очень коротких, очень плотных и общения, неформальное знакомство. Это просто встреча подписчиков, друзей French TV, нашего канала, возможность пообщаться, познакомиться наконец-то в оффлайне. Мы давно это планировали, вот, наконец-то, 13 июля в пятницу вечером в центре города мы будем проводить этот квартирник в прекрасном Creative Quoter. Там будут интересные спикеры, вот Дима Борисов, Вадик Бортник, я о чем-то расскажу. Будут общения, неформальные ответы на вопросы, у нас выступления заготовлены. Переходите по ссылочке быстрее, там есть подробное описание всего того, что будет происходить, что вы там получите. У нас там ограниченное, к сожалению, количество мест и у нас там есть небольшой, чисто формальный входной билет, которые, эти деньги мы просто потратим на организацию процесса. То есть мы не зарабатываем на этом всем, мы не инфобизнесмены, если что. Ну, в общем, бегите быстрее уже по ссылочке, мы сделаем небольшой репортаж, но, конечно, полной картины вы сможете получить только, если лично придете 13 в пятницу. Ну, а теперь, друзья, конкурс. Как я обещал, разыграем мяч с автографом Анатолия Демьяненко и его получит человек, который, в первую очередь, уже подписан на наш канал. Если вдруг до сих пор не подписан, сделайте это, включите колокольчик, поставьте лайк этому видео. Это все просто делается, две секунды занимает времени. И напишите комментарий. Как вы уже поняли, вот у этой программы нет названия. Придложите нам это, собственно, самое название. Как вам кажется, на что это больше похоже? Напишите свои версии и мы выберем автора наиболее креативного, интересного названия и он получит вот этот мяч, который, в принципе, его можно и на полочку поставить, да, если вы не дорожите легенды, в принципе, и сыграть футбол. Так, ну что, друзья, я думаю, что пора прощаться. жду ваших комментариев очень сильно, все читаю. Если вы видите мой лайк, значит, прочитал, как минимум, мне понравилось. Стараюсь отвечать, поэтому, если есть какие-то вопросы, пишите здесь, подписывайтесь на мой фейсбук, под каждым видео есть ссылочка на мой фейсбук, я в основном там пишу, так получилось, это моя основная соцсеть. Ну что, до встречи, это Франч ТВ, увидимся, пока. Франч ТВ